В Иркутске массово хоронили живых еще ветеранов. Вскрылась афера в местном военкомате. Имена фронтовиков взяли из базы данных, а потом, договорившись с ритуальным агентством, установили памятники надгробия. Формально, конечно, только на бумаге. И получилось, что похоронены ветераны на общественном кладбище за государственный счет. Полагается компенсация. За четыре года, пока схема работала, ущерб накопился в пять миллионов рублей. И это не считая морального. Виталий Втулкин подробнее. На. Кушать пойдешь. Аппетит у Петра Аврамовича сейчас, конечно, уже не тот. Да и сердце порой шалит. А что ж вы хотели, говорит дочь, 88 лет все-таки. Почти весь Белорусский фронт прошагал и вернулся. Только теперь живет ветеран и не знает, что, оказывается, умер он еще 15 лет назад. И похоронен со всеми почестями на маленьком районном кладбище. К нам пришел сотрудник прокуратуры. С военной прокуратуры. И сказал, обращались ли мы в военкомат по поводу похороны нашего отца. Так как мы не обращались в военкомат, потому что он живой, как мы можем обращаться. Отцу она, разумеется, ничего говорить не стала. Мало ли, как воспримет ослабленное годами солдатское сердце такое известие. А следователи установили, что с 2006 по 2010 одна сотрудница областного военкомата, одна из районного и предпринимательница из фирмы ритуальных услуг вот так на страницах отчетов с приложенными фотографиями кроме Петра Аврамовича похоронили досрочно или перезахоронили 360 человек. Данная группа лиц путем предоставления фиктивных документов получила незаконно за счет государственных бюджетных денежных средств сумму более 5 миллионов. Если быть точным, это 5 миллионов 300 тысяч. Схему, в общем-то, мошенники придумали нехитрую. Базы данных ветеранов были под рукой. Оставалось составить поддельные документы о якобы пройденных похоронах и установленных памятниках, отправить данные в Минобороны, дальше получить оттуда компенсацию и поделить ее между собой. Доходило до того, что меняли на снимках одних и тех же надгробий имена и даты с помощью простой компьютерной программы. Два года назад такая же история всколыхнула Липецк. Там, правда, разворовали гораздо больше, около 70 миллионов рублей, заставив Министерство обороны поверить в установку почти 2000 памятников, которых никогда не было. Но сам принцип аферы один в один, даже освоенный на скорую руку фотошоп. Липецкие аферисты свои сроки уже получили. Махинаторы из Иркутской области на очереди. Максимально, что ждет, 10 лет тюрьмы.